всем привет с вами костян мы по-прежнему во вьетнаме в этом здании две безлимитки мы уже делали как-то на них обзор а соответственно сейчас начнем тоже по очереди их тестировать после локдауна мы еще естественно не проверяли обзорчики интересно они давнишние и нужно обновиться посмотреть одна безлимитка скатилась посмотрим как у этих дел обстоят вот мы уже и засели стабильность признак мастерства мы засели ровно за тот же столик который у нас был тогда в первом обзоре по крайней мере стабильность от нас уже выполнена полностью посмотрим какая стабильность будет от них первым делом я попросил меню эндики нет у нас меню нету и подходит парень с планшетом и показывает такой выбирайте одно из двух направлений которые вы будете кушать и того что-то новенькое значит есть буфет это безлимитка где ты вот на постоянку себе тыкаешь 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 и вот тебе такие штучки приносят как перевести локарты я не знаю но это допустим дополнительная карта какая-то там следовательно все уже за дополнительную плату как и какие-то еще и дополнительные напитки здесь есть и пиво и какие-то просто напитки безалкогольные также и мороженое и так далее и далее а он грибы щитаки например есть тоже за дополнительную кстати только плату короче если хотите безлимитку то для вас вот этот вот буфет все остальное будет за отдельную уже плату вот только мы засели нам сразу же что-то накидали это независимо от того что мы будем сейчас заказывать уже есть и кимчи и водоросли какие-то и какие-то даже салатики с десерта начнем вот это необычно про dragon fruit я знаю почти все хороший джиган фрукт а это походу гуала это не гуала это просто яблоко они очень похожи прикольное сочетание с солененьким мазиком яблоко с солененьким мазиком это забавно это прикольно мясо нам уже накидали можно приступать жарить давайте начнем с говядины замороженное было но это то не самое страшное давай так и кидать вот это я понимаю кстати там у них маленькие осьминожки были нам какую-то огромную принесли я не хочу его целиком жарить нам а ножницы у нас есть все в порядке а это походу тунец это мы не заказывали это было сразу же здесь на столе это какие-то водоросляки о это очень классные водоросли я не знаю как они называются похоже на нашу ламинарию но приправлена каким-то уксусиком немножко и сахаром да прям полноценный салат вот эту тарелочку я всю съем вот прям всю ромка тебе нет не дам слушай ромка вот смотри вот одно небольшое замечание уточнение я совершенно про это забыл вот есть безлимитки где большие столы и ты пришел и тебе вот могут сразу наносить и значит по очереди подносить все что ты заказал за тобой следят как ты подъел вот это подъел значит можно следующее принести и чтобы у тебя там не больше трех-четырех блюд на столе было здесь нет здесь нам все вот что мы заказывали уже вывалили сейчас ромка общий план какой-нибудь покажет как это выглядит слава богу кроме нас в этой безлимитки сейчас по крайней мере никого нет поэтому у нас все столы соседние уже два стола считай наполовину заняты дополнительными нашими какими-то блюдами чтоб мы делали если бы здесь еще люди сидели кругом вот мы сейчас облажались не надо так ну что ж настало время первое мясо ты попробовать шикарная мягкая вот эти трубочки можно еще одну сразу кинуть они отличные слушай я так гляжу на это разнообразие мы все не съедим нам бы как говорится по надкусать бы хотя бы чтобы еще такими вывалиться отсюда не колобками теперь вот какой-то такой отрез ну мраморностью не особо отдает но что то есть я прям вкус говядины пожевать но прям вкусно соус отличный не перебивает вкуса самого мяса знаете теперь вот эта часть миссин попробуем вот это не знаю что а вот эта часть напоминает мне что вокруг ребрышек должно быть такое сочное приятное мясо давайте накидаем нам очень часто меняют вот эти вот железки в принципе это неплохо но можно даже и пореже они уж прям совсем чистят и вот давайте еще кусок свиньи сразу закинем это же очевидно свинья да ну какая-то здоровая такая непонятная пускай тоже готовится тут появилась мысль когда начали вот это все доносить доносить я смотрю а доносит грубо говоря то же самое что уже есть то есть осьминог три креветки и два кусочка рыбы мидии только вот пока еще не появились непонятно потому что вот там лежит два кусочка рыбы еще три креветки а вот там осьминожки это ровно повторяет то что первый принесли раз то есть очевидно это как будто бы они в двойном экземпляре все приносят потому что нас типа двое а вот это странно совсем а как тогда заказывать вот просто ты заказал одно блюдо а раз вас двое тебе сразу двойную порцию несут а нам вот этого например и так хватило бы ну вот одной штуки мы бы поделились друг с другом нам этого хватит пока так и запишем загадки какая-то длинненькая которая не с ребер вкусная сухенькая сойдет кусается легко главное и все в порядке сейчас официант подходит такой собирается порезать ножницами не гранение надо зачем я покусаю пока что мясо отличное вкусное не супер жилистая какое-то то есть вполне себе такое качественное на вот эту свиньяку уже как раз таки можно и нарезать нашелся человек который разговаривает по-английски и следовательно мы у него выяснили почему нам приносит некоторые вещи как бы в двойном экземпляре на что он говорит что это экстра дополнительная еда то есть вот такую тарелку тебе принесут один раз поэтому здесь вот мидии в наличии независимо от того что ты там еще заказал то есть вот это мясо где как раз ребрышная часть и соответственно какая-то я не знаю филейная это один раз только тебе приносит и все а все остальное то что ты заказываешь это нам и принесли просто так совпало что мы и рыбу заказали осьминогов заказали и креветок заказали а здесь вот ровно такой же набор просто он один раз такой подается со здоровым вот этим осьминогом все теперь выяснили теперь стало все намного понятнее это обычная свинина со шкварками ну потому что здесь довольно много сала а еще я ее зажарил прям до шкварок и вот теперь реберная часть я ее такую сделал знаете постарался в медиум попасть вот эта часть отличная очень круто насыщенный вкус говядины вот там где либо филешка либо еще что-то она крайне вкусная мягко кусается разжевывается но вот хочешь ощутить вкус той самой говядины вот эта часть то что нужно и жирок те самые ноты знаете как будто немножко и шинкой отдает это когда вот ты ешь на вагю вот этого сумасшедшая жирная часть вот она да она как раз вот слегка такую текстуру напоминает и вкус такой же аромат так у нас осталось еще немного элитные говядины которую как раз мы отдельно там заказали один кусок и еще что-то но пора уже переходить к морепродуктам давайте жарить креветки мидии короче а вот что делать с этим осьминогом здоровым я даже не знаю подожди а он клюв то почищен давай-ка посмотрим что у него там клювик есть нет щупалки все равно буду разрезать ухты вот это осьминога но крошись на почищено все нормально а внутри капюшона интересную вычищен тоже нет сейчас посмотреть как там у него а ну нормально тоже и внутри капюшончика под вычищен дайка капюшон как раз и открошим я буду щупалки я не знаю как кто я люблю вот эти вещи накидаем вот самая некрупная часть осьминожки уже готова давайте одну щупалку теперь режется намного легче попробуем для начала просто так а потом вот у нас соус же еще есть не передержал соленый а чушку так засоли то его но это крайне мягко и крайне вкусно то есть либо он у них отбит что скорее всего ну так чуть-чуть видимо и он действительно очень мягкий ну-ка так в соусце обвалять осьминога замариновала в этом соусе вообще нормально до вкуса осьминога то считай нету немножко кунжута немножко кислоты такой знаешь о кетчуп почему-то мне еще кажется кофейный оттеночек небольшой интересный соус но он мне кажется больше к говядине подойдет он такой более суровый что ли для морепродуктов нужно что такое нежненькое так у нас тут уже считай все готово нужно вынимать осьминогов и подъедать их потихоньку дробь хватай себе тут после но вот я не знаю по мне надо второй соус тоже попробовать друг они разные этого выглядят примерно одинаково по мне вот осьминог без всего вот просто такой вот сразу загриленный вкуснее чем с вот этим соусом то же самое просто сам по себе грильный осьминожек вот у них неплохо здесь маслица немножко какой-то такой нотки дано больше ничего не требуется и приготовили мы хорошо согласись ромка очень мягко очень прям внизу слушай он настолько соленый чтобы он к пресному рису хорошо подошел ты знаешь здесь практически вся еда которая готовится она готовится к пресному рису ты будешь удивлен но нет ты не будешь удивлен что же давайте займемся рыбкой меня так и подмывает проверить что это за рыба но похоже на тунца обычного но тем не менее так мидии подождут давайте рыбеху изваляем со шкурятиной шкура то толстая ну да наверное тунец так где еще рыба да какая же это рыба ну ты чего мне втираешь то даже она сказал что это рыба ну рыбы чтобы вот такой жир был чувак ну какая это рыба ты чего и без какого-либо соуса на тебе рыбу твою выглядит как свинина это самое грудинка свиная ну и хватит тунца держать не будем долго его мучить и вот эту рыба мясо непонятную тоже хватит сейчас попозже ее попробуем ну я думаю от тунца отождать особо ничего не приходится только это не тунец вот это поворот тунец вот настолько рыбой не отдает хотя вот я что-то начинаю сомневаться вот сейчас когда чуть-чуть послевкусие словил текстура другая я не знаю что это за рыба слушай а тогда я не знаю что мне ждать вот от этой рыбехи которая выглядит вообще как мясо ну и кто же ее нарезать слушай я разрезал вот эту рыбомясо назовем ее так это резалось как просто обычная свинья это нормально вкусная свининка вот эта вот эти два любой рыба ромка спрашивает такой фиш 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 к хео к это рыба здесь а после этого но это как приставка рыба меч например да вот соответственно к это рыба к хео а хео свинина то есть рыба свинина короче рыба свинья да это она и есть ромка это рыба свинья к хео слушай хорошо бы спросить действительно что вот за со свинью это ладно понятно все там и по текстуре мяса было видно что свинина вот что вот это за рыба ну смотри ну тунец ведь правильно вот какие еще могут быть варианты а ешь не особо тунец на вкус может какой то просто другой вид хотя я вроде как все виды пробовал вообще знаешь что я хочу сделать тунец ведь сырым то едят правильно сейчас какой-нибудь кусочек без сырой шкуры отрежу себе и посмотрю в сыром то видео он что напоминает вот мне удалось добыть вот такой кусочек сейчас заценим в сыромятке что это такое ты знаешь когда я сейчас ковырялся я обнаружил что у них все залито вот этим кунжутным маслом не исключено что оно настолько сильно дает аромат как раз таки и в том числе тунцу что он кажется уже и не тунцом очень кунжутный это тунец с ним все в порядке вот теперь консистенция тунцовая вот это поворот но очень много кунжутного вкуса а следовательно к рыбе такую мощную вещь как кунжутное масло я не уверен теряется за этим ароматом весь вкус рыбы вообще напрочь то есть ни в коем случае на мой взгляд не нужно подавать значит такую ну скажем так довольно нейтральную рыбину как тунец которая крутым каким-то вкусом не обладает под кунжутным маслом вот это странно поэтому вот и изначально у нас такие вот вопросы и возникли а тунец ли это тоже когда хоть чуть-чуть его под прожаришь он же еще в меньшей степени начинает вкусом обладать а соответственно после этого да получается что уже и вкус тунца нет сейчас сделаем как по 30 секундочек с каждой стороны а сюда в тенек давай креветочек накидаем что им ждать-то долго у какие склизкие креветочки эээ ну ты серьезно держись давай знаете попробуем отодрать через 30 секунд ну может 30 даже маловато жар у нас не так не настолько крутой ну и ничего с другой подольше подержим давай вот этот можно как раз чуть-чуть подольше еще пускай минутка будет окей я не против а вот эту жирную свинину как раз вот в этой кунжутной заливке с перчиком так и хорошо а то они ее подали исключительно знаешь просто поперчили и видимо посолили и все вот не будем долго держать вот так вот ну это что там с той стороны еще не того а ну вот как раз здесь чуть-чуть подержал и готово будет и креветочки тоже не будем долго мариновать так сказать на гриле вот так так вот кусочек мне ромк давай тебе второй где там твоя тарелка вот так ну вот даже небольшая розовизна внутри осталась теперь я надеюсь можно будет по крайней мере хотя бы слегка угадать да розовизна есть что это за вкус ну вот после термообработки ешь а вот чуть-чуть есть да ну сейчас все скажут такие да костян это потому что ты сырым уже попробовал ты вот эту уже просто знаешь что ты пробуешь нет вот когда немножко розовизны внутри остается тогда можно распознать за всем этим мощным вкусом кунжутного масла можно немножко распознать тунца но не более того на мой взгляд это неудачный вариант хотя сам по себе тунец неплохой и надо отметить куски довольно толстые вы видели ну и креветочки тем временем уже тоже да я уверен что и готовы вот смотри каждый раз когда мы приходим в какой-то ресторан я беру себе устрицы такой нет устриц не буду я их переел а креветок ты вот за все это время не переел каждый день каждый раз когда мы куда-то приходим ты такой креветки да буду через пару месяцев может быть все поменяется я креветки не буду а острицы будут ха-ха-ха хозяин барин ставим мидии пускай тоже под прожарятся и после этого приступим уже к элитной говядине странно что никакого соуса нету чтобы вот внутрь то полить все вот это кунжутное только что-то бедновато я всегда говорю что здесь много всяких соусов и вот пока ромка камеру переставлял он говорит вообще то вот эта штука как раз таки и призвана к тому чтобы ты сам здесь сделал соус то есть вот это две половинки яйца и рыбный соус и типа разминаешь и готовы я такой хорошо давай попробуем а чем разминать и ром такой вилками которых нет я вообще не уверен что это сильно подойдет к мидиям во вторых ложки у нас есть чем я буду поливать это самое и во вторых как соус сделать с белком вот вот как ты его разомнешь в соусе загадка может 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 ты что-то напутал а сейчас мы тут такое с тобой сотворим они скажут вы чё иностранцы совсем охренели я напутал но у них такой соус есть рыбный с перемешкой с вареном бейтона правильно только ну вот белок то куда ну вот желтком я размешал давай одну мидию попытаемся не испортить ох и сомнительные варианты мне о! я нашел ложку чувак это лодочка в данном случае она выполняет функции ложки для начала мидия без всего ну понятное дело что с ноги она тут не снята но в случае с мидией это не большая проблема она отдирается и так легко а вот мидии то могли бы и побольше принести я признаться взял бы с большим удовольствием вместо этого огромного осьминога нам и так осьминожков хватит маленьких да и наверное вместо этого тунца я бы взял лучше десяток вот таких мидий свежий морской вкус и ничего здесь в общем то и не нужно поэтому насчет вот этого соуса я в небольших сомнениях ну ничего сейчас узнаем вот так все вместе и хорошенечко в рыбном и яичном соусе рамка это не рыбный соус это тот же самый кунжутная вот такая смесь значит я ошибся нет 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 зачем они вообще придумали вот это кунжутное здесь что-то ну хорошо к парочке мяса то подходит вот это когда смешиваешь соответственно получается еще один такой же соус то есть грубо говоря смотрите у нас получается один такой соус второй практически такой же я не знаю в чем там разница может быть на пипульку где-то он чем-то отличается и грубо говоря третий такой же соус потому что за кунжутным маслом ты не чувствуешь уже ничего там неважно что можно вот остроты в какой-то из этих соусов напихать и будет тебе все то же самое но еще остренькое как вариант все одно и то же сделать чтобы ты чтобы ты не заказывал такой все одно и то же неважно что следовательно я быстренько поел и все ну это понятно и ты посмотри каждое из видов мяса ровно такое же вот я сейчас мидию съел первую который без всего просто вот сырая мидия и соответственно вот она пробурлила чуть-чуть вот в собственном соку это было прям вообще невероятно и шикарно короче здесь мясо огромное разнообразие и такой кусочек и сякой кусочек сейчас еще парочку попробуем но почему в соусах то здесь проблема повторюсь каждый раз я здесь восхищаюсь тем что метают невероятное количество соусов на стол и ты съедая как раз таки наоборот одну и ту же говядину но при помощи разнообразия соусов ты получаешь там 3 4 5 видов разных блюд а здесь у тебя наоборот 5-6 там видов говядины но все под одним и тем же соусом при том что заранее именно под ним же вот они заранее под ним же все и замаринованные то есть у тебя выбора особо не остается под каким соусом эту говядину пробовать отмывать ее что ли это странная вещь я вот единственное чем здесь вот просто сижу и отъедаюсь шикарно к кунжутному маслу здесь подходит нарезанный свеже замаринованный лучок здесь немножко уксуса кунжутное масло и тонко порезанный лучок вот это я уже почти всю миску съел это подходит не ну вот а если взять то что вокруг ребер говядина там настолько мощный вкус вот этой жировой прослойки самой говядины что тоже чувствуется короче приступаем к самым элитным частям говядины первое пойдет у нас вот это хороший кусочек такой я бы сказал и там еще два и смотри опять вот кунжутик сверху вот это вот все здесь вот в чем-то тоже замариновано поехал кусочек ну и давай сразу вот этот второй не будем очень долго держать по полторы минутки вот так горелек у нас как раз таки раскочегаренный то что нужно но вот жаль немножко жара не хватает видите вытапливается водичка из стейка вместо того чтобы действительно жарится вот видите ну что это ну где жар мы еще сейчас попытались еще даже его раскочегарить но на первую сторону когда кидаешь да вот прожарка была сейчас видите сверху уже влага выступает не хватает жара ну сойдет и 2 сюда пускай отдохнут малеха буквально пять минут пока стейк отдыхал народ уже начал набегать я такой глянул на время а оказывается пять вечера настало и тут же потихоньку столики начали заниматься что же без ножа и вилки честно говоря это крайне неудобно я вот так вот несколько кусочков отпилю ну да никакой прожарки тут говорить не приходится именно из-за того что жара не хватало так вы уж извините за криворукость такую но попробуйте сами вот палочкой и вот ножницами вот что-то такое отрезать ну не давай-ка сначала вот эту на на взгляд которая менее элитная попытаюсь абстрагироваться от того что я ее завалданил сладкое на этом собственно все и заканчивается но это тоже самый вкус жилка есть это отличие черносливом повеяло вот это интересно вот это просто типа обычно а вот вторую там как будто туда маринад он и ароматный и сладенький но я говорю мне он чернослива напомнил по крайней мере вот эта штука определенно замаринована в каком-то другом наконец-таки соусе другими словами вот эта говядина которая назовем это все-таки с черносливом мне прям крайне напоминает этот вкус она наконец-таки не в кунжутном масле а вот это просто сладенькая такая стандарт некая здесь знаете ли поэтому вот это я согласен я не против того что пускай это будет чернослив пускай там дыня арбуз там какой угодно вкус мясу придайте разнообразие понимаете в чем дело разнообразие когда ты действительно ешь одно и то же мясо из части в часть и все у тебя одинакового вкуса но вот это немного странно давайте последний кусочек кинем он здесь какой-то с одной стороны красивенький такой а с другой стороны смотрите куча жилок если это жирок я ничего против не имею но здесь смотрите грязь очки довольно крупные надо отметить ну короче говоря так и закинем здесь хотя бы просто перчика посыпленную и все так и кидаем давай на жиров и вторую а вот смотри 2 как с этой стороны выглядит реберная часть похоже но на реберную часть то я чё я не против это должна быть вкусная но вот здесь я постараюсь действительно не перевал данить но опять же вот первую сторону когда кидаешь да у тебя разогретая поверхность все кайф она запечатывается а переворачиваешь она здесь остывшая жара не хватает но у нас вроде как новые угли сейчас соответственно должно хватать но вот по идее уже для такого кусочка и хватит где-то минутку давай вот с этой стороны может даже меньше но вот здесь видно даже вот еще здесь краешку прям сыромятка дай-ка я подприжали чуть-чуть и и вот эту часть смотри прожарка ты видал мы в какую-то прожарку попали даже корешки ну-ка показывайся ну да какая-то прожарочка даже есть на что с этой и здесь какая-то тоже прожарочка имеется что тоже есть хорошо вот такие два кусочка и заценик это у нас два кусочка но соответственно одной и той же партии то есть она лежала на одной тарелке а следовательно это ну как бы одно и то же вот она без всего и она классная осколок ребра какой-то ничего себе слушай посмотри серьезно какой кусочек косточки мне попался я его когда только на тарелку выложил я осознал всю опасность вот такого куска кости охренеть это ничего себе самое опасное что вьетнамцы это всегда едят внутри салата и они вообще могли не заметить ну естественно здесь понятное дело что сама внутри там кости есть не исключен такой вариант что это я отколол когда ножницами здесь пытался но я ведь просто после этого отрезал просто вдоль то есть а кость как бы она там и оставалась понимаешь то есть это вот внутри не знаю где как может быть сбоку здесь знаешь вот откололи от другого ребра короче вот это прямо опасная штука ну и второй кусочек который более мясной это вкусно но они одинаковые поэтому да этот просто более мясной более хороший все здорово немножко напоминает предыдущую сладенькую но это хорошо не надо портить все подряд кунжутным маслом вот подали простое мясо вот так поэтому она и подается кстати в единственном экземпляре как вот вот эта морепродуктовая тарелка потом вот это вот мясная тарелка где реберная часть моя самая любимая до сих пор мы его точно доедим а вот эти все мясо замаринованы все одно и то же ну короче сейчас будем подводить итоги доедим реберную часть она действительно крайне вкусная ну ромка там морепродуктами может оттопыриться тут есть что сказать что же сказать о боге хаус безлимитки которая уже пост локдаунная она изменилась и я не могу сказать что это прям все изменения крайне плохие нет например у них появились планшетики действительно очень удобно не нужно каждый раз звать какого-то официанта типа и дружище вот хочу тебе понатыкать в меню еще каких-то вещей нет ты натыкал в планшете нажал заказать и все и они сами тебя приносят это вот прям классно здорово вопросов нет но и в меню изменения есть и они я бы не сказал что все прям такие замечательные а именно почему-то все стало под одним соусом ну скажем так почти все что стабильно этот ресторанчик как и был так и остался о мясе это крайне мясное место сюда можно зайти объесться как свинины так и говядиной да и морепродукты тоже в общем-то не отстают и набор хороший и соответственно по разнообразию все здорово могу ли я рекомендовать этот ресторанчик однозначно да он о мясе и неплохое разнообразие как и в частях говядины так небольшое разнообразие в частях свинины да и морепродукты в общем то тоже не отстают грубо говоря спустя год они в грязь лицом ни в коем случае не ударили сюда можно заскакивать и даже я считаю нужно ну а вкусах как говорится не спорят может быть есть любители кунжута я не знаю который целыми днями только и сидят шокунжутные семечки подъедают ну а с вами был константин для подписчиков костян всем пока вроде все и пара слов мы не попробовали кимчи а вот с ним все в порядке с другой стороны кто бы сомневался в корейском ресторане будет что-то не так с кимчи нет тут сомневаться не приходится теперь все теперь попробовали все блюда будь здорово загадка дыры какой дыры я не знаю ромка что ты имеешь ввиду объясни что ты что это такое самый популярный интернет сериал того года права пенка а я его не люблю не смотрю камера подводит вырубается по ходу дела да то а так да ждем 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 Субтитры сделал DimaTorzok